Так, давайте познакомимся, коллеги. Меня зовут Роман Шнырев. Сегодня мы с вами посмотрим тему функций как сервис и архитектура построена на событиях, то есть сервис или event-driven архитектура. В рамках открытого урока по своему бэкграунду я более 20 лет работаю в сфере IT, соответственно, занимаюсь различным различным конструкторным продуктом, как для построения облаков, так и построения инфраструктуры уже внутри облаков. Соответственно, как в облаках, так и на так называемых периферийных вычислениях, которые набирают сейчас популярность, или по-другому Edge. В Otus я как раз занимаюсь тем, что преподаю и руковожу курсом Cloud Solution Architecture. Маршрут нашего вебинара выглядит следующим образом. Мы с вами уже познакомились, немножко поговорим об Otus, рассмотрим, что такое серверлес или бессерверные вычисления, детально погрузимся в эту предметную область, попробуем посмотреть, как это выглядит на практике на примере облака AWS, познакомимся с командой, которая читает курс по Cloud Solution Архитектур, посмотрим немножко о курсе, из чего он состоит, программа курс, соответственно, и в качестве такого небольшого бонуса посмотрим, какие же плюшки и бонусы дает данная программа, если вы ее прослушаете. И в конце немножко порефлексируем на тему того, что вам хватило в данном открытом уроке, что, может быть, не хватило, чего вы хотели бы еще больше увидеть в данной теме, возможно, вы захотите намного больше практики или какой-то большой пример посмотреть. Это все очень важно для того, чтобы максимально эффективный контент для вас готовить, который имеет для вас ценность. Правила нашего вебинара, соответственно, активно участвуем, пишем в чат свои вопросы обязательно, вопросы все вижу. Если вдруг появляется новый вопрос, соответственно, как только закончу свою мысль, на него отвечу. Не бойтесь писать вопросы, наоборот, они залог нашей хорошей коллаборации. Так, давайте поговорим о том, что же такое ОТОС. Для тех, кто еще не знает или не участвовал в наших курсах и в наших мероприятиях, соответственно, ОТОС – это одна из образовательных площадок на нашем рынке. Миссия данной компании – это образование для повышения качества жизни. Мы предоставляем качественный контент под ваши запросы. То есть данный контент готовят практикующие специалисты в той предметной области, которой посвящен данный курс. И эти курсы максимальную ценность имеют для конечных потребителей. Соответственно, все они разработаны с учетом тех требований и с учетом тех навыков, которые есть у экспертов, готовящих данный контент. По покрытию ОТОСа – это сейчас 654 преподавателя и наставника, более 16 тысяч студентов по всей территории РФ и не только, более 900 учебных групп, множество партнеров – более 90, и, соответственно, порядка 130 образовательных программ уже подготовлены. Цифры немаленькие, с учетом того, что ОТОС уже 5 лет на рынке, так что это стабильная, хорошая образовательная площадка, с которой можно сотрудничать. Давайте теперь поговорим именно про нашу предметную область нашего урока. Именно это serverless или event-driven архитектура, по-русски это звучит как бесерверное вычисление, или архитектура, построенная на событиях. Если вдруг у вас уже был опыт работы с подобного вида инфраструктуры или построения, обязательно напишите об этом в чате. Причем еще интересно, если он был не только у вас из разряда «взяли посмотреть, потрогать», а если, например, более серьезный опыт для построения каких-либо решений. Так, давайте посмотрим цели нашего вебинара. Соответственно, мы с вами в рамках данного вебинара разберемся в понятии бесерверных вычислений, посмотрим, что это такое, изучим основные сценарии использования бесерверных решений, то есть мы с вами посмотрим юзкейсы, в которых можно их применять, посмотрим те шаблоны, паттерны, которым можно, соответственно, описывать решения, и познакомимся с основными сервисами, то есть с основными площадками облачными, которые предоставляют нам возможность создавать бесерверные решения. Итак, давайте детально теперь про серверлес. Серверлес в переводе на русский язык означает «бесерверные вычисления», но это абсолютно не значит, что при данных вычислениях нет вычислительных ресурсов. Это скорее речь немножко о другом подходе, то есть это event-driven подход, при котором облачная платформа нам автоматически выделяет ресурсы под нашу нагрузку, а мы с вами можем максимально сфокусироваться, как разработчики, например, на написании кода, на написании нашего сервиса, нежели чем на подготовке инфраструктуры. Основные, скажем так, бенефиты, которые приносит для нас серверлес, это получение и запуск вычислительных ресурсов, не беспокоясь об их администрировании, то есть мы с вами получаем необходимый набор нам вычислительных ресурсов. Дальше это все автоматически масштабируется, и, соответственно, наши разработчики, либо мы как разработчики, можем максимально сфокусироваться на коде. Как это выглядит, простыми словами, в эпоху Cloud Native, когда мы строим микросервисные приложения, соответственно, как правило, правило хорошего тома, что у нас есть какой-то микросервис, и он описывает какую-то определенную логику. И эти микросервисы мы с вами оборачиваем в контейнеры и запускаем в среде контейнеризации. У каждой компании выбраны свои бейзлайны в плане среда контейнеризации. Здесь то же самое, то есть условно вы можете взять свой контейнер и принести в облако, его запустить, а можете описать с помощью так называемых функций как сервис, то есть functions as a service, как раз основные строительные блоки сервера, свой микросервис, и таким образом он у вас будет исполняться уже в облачной платформе. При этом вы приносите условно только код, вот этот рантайм, то есть ту контейнеризацию, которую вы оборачивали у себя, этот микросервис локально, его предоставляет вам Cloud Service Provider. Например, можно рассмотреть сервис голосования. Первая история, которую мы видим, как пользователи, когда открываем какую-то страничку с голосовалкой, это уже, например, результаты голосования, то есть с вариантами проголосовавших. Вот такой микросервис, условно, он запрашивает данные из базы данных и возвращает их конечному пользователю веб-ресурсе. Вот можно написать код такого сервиса, соответственно, прийти на какую-нибудь облачную платформу, которая предоставляет вам возможность использовать Functions for Services, этот код там положить и запустить. При этом ты больше в целом ни о чем не заботитесь. Он у вас запускается. И вот следующая, скажем так, история, что этот код должен срабатывать по какому-то событию. То есть почему это называется event-driven? Потому что все вот эти функции, то есть микросервисы, которые вы описываете, они должны взаимодействовать с собой и как-то триггериться условно. В качестве триггера может выступать в целом любое действие. То есть у нас есть облако, в котором есть множество сервисов, которые могут различные триггеры генерировать. Ну, например, есть такое-нибудь хранилище, например, S3 storage, который все пользуются. На него разгружается какой-то файлик и создается событие создания нового объекта. Либо новая запись в базе данных. Это все события, которые отлично триггерятся и которые обрабатываются. Для событий, которые вы хотите как-то по-другому вызывать, используется так называемая обертка API gateway. То есть что это такое? Мы все знаем, что микросервисы, вообще сервисы, они могут взаимодействовать отлично с собой по API. Нужно, чтобы только этот API был описан. Но как раз суть API gateway в том, чтобы обернуть нашу микросервис, чтобы он мог вызываться по какой-то API, то есть имел эту API. Таким образом, обернув, например, тот пример микросервиса по выводу данных опроса, в API мы можем его вызвать в целом из любого веб-интерфейса, из любого решения, где у нас есть доступ к коду. Просто мы в коде нажмем, что, например, там по клике на такую-то кнопку, запросить данные по API вот такого-то адреса. Вот и все, собственно, получается. Мы построили уже кусочек решения. Чуть дальше мы подробнее на картинках рассмотрим, соответственно, как это выглядит. И у вас на юзкейсах тоже сформуется более, может быть, такое наглядное понимание того, как это работает. Если у вас уже какие-то вопросы возникли, я их пока в чате, правда, не вижу, то смело задавайте в чат. Если вдруг вы смотрите данные вебинаров записи, то вы можете задавать вопросы либо коллегам из Отуса, либо, например, мне написать Telegram. Это мой Telegram, соответственно, во всякий случай. Вот здесь есть на страничке с комментариями. Я предполагаю, презентация будет доступна вам после курса. Ну и запись точно. Мой Telegram, во всякий случай. Вы можете написать туда какие-то вопросы касательно курса, касательно сервера. Я помогу вам ответить. Так, давайте идем дальше. Посмотрим немножко путь, который прошла наша индустрия, условно, к бессервальным вычислениям. То есть первое, на что стоит обратить внимание на этой картинке, это увеличение фокуса на бизнес-логике. То есть со временем мы с вами все начинаем больше фокусироваться на бизнес-логике и меньше на подготовке инфраструктуры, на ее администрирование. Опять же, это с точки зрения конечного потребителя облачных ресурсов. И следующий момент – это уменьшение ответственности за стэк. То есть поскольку мы говорим про использование сервера в облаках и в целом инфраструктуру облачных провайдеров, то облачный провайдер, как правило, под определенные SLA нам предоставляет свои сервисы. В зависимости от сервиса облачный провайдер берет на себя часть ответственности. То есть, например, если мы говорим про виртуальные машины, он берет на себя ответственность за все, начиная с уровня гипервизора. А мы с вами получаем конкретный конечный потребитель виртуальную машину уже с определенным уровнем SLA. Так, то есть как шел путь у нас к мистерным вычислениям как раз? Сначала у нас были дата-центры, мейнфреймы и железные серверы, которые мы потребляли, в том числе деля между собой процессорное время. То есть помните то время, когда были вычислительные центры, люди приходили туда в толстых тетрадях, писали, что в такое-то время человек может прийти и, соответственно, поработать на вычислительном центре. Дальше у нас случился, скажем так, облачный бум. Примерно в 2008 году как раз компания Amazon Web Services показала нам облака в том виде, в котором они сейчас есть. И как раз одним из первых сервисов, которые были очень востребованы, это были виртуальные машины. Как раз индустрия активно использовала виртуализацию как в интерпрайзе, так и в облаках. Дальше случилась эпоха Cloud Native и контейнеризации. Люди стали писать микросервисы, понимая, что эта архитектура больше подходит для решений, и она, скажем так, проще управляется, она более масштабируема по сравнению с классическими виртуальными машинами. И, соответственно, случился бум контейнеризации. В том числе в облаках все эти сервисы стали появляться. И следующая эпоха – это уже, скажем так, серверлес, когда мы с вами пишем просто отдельные микросервисы именно как код, и в облаках они запускаются в так называемых микровиртуальных машинах. Они достаточно легковесные для того, чтобы мы получали с вами готовое решение. Причем на серверлес можно построить в целом достаточно хорошее большое решение. Главное – правильно построить бизнес-логику. Это как индустрия шла к серверным вычислению. Сейчас получается это такой вот тренд достаточно топовый, который многие компании используют для того, чтобы строить решение, либо, например, расширять функционал какого-то своего существующего решения, к которому можно достроить, условно, нашлепку из серверлес через API. То есть из вашего существующего решения, в котором вы хотите какой-то функционал добавить, вы можете дергать API облако с сервера, где вы будете потреблять уже ресурсы по другой парадигме. Давайте немножко посмотрим сначала про биллинг, соответственно, и потом посмотрим архитектуру, как это работает. То есть если мы говорим про биллинг сервера с решением и говорим про функции как сервисы, то здесь самое главное отличие от классической инфраструктуры, то что мы не за вычислительные ресурсы с вами биллинг, не всегда там объемы CPU, RAM, GPU, дисков, которые мы потребляем, а именно за количество вызовов этой функции. То есть условно дернули мы с вами сто раз, точнее обратились сто раз к функции, которая выводит статистику по результатам опроса, мы заплатили за эту вызову. То же самое. Вторая метрика – это время выполнения, то есть как долго выполняется ваш скрипт. Опять же, есть определенные тайм-ауты, которые можно задавать для скриптов, но стремиться надо к тому, чтобы все выполнялось достаточно удобно и, скажем так, радовало глаз клиенту. Очевидно, сервисы в настоящее время, которые работают с лагами или с такими, может быть, не очень значительными задержками, но тоже все-таки заметны глазу, они не очень хороши, потому что все сейчас привыкли к достаточно быстрому контенту, чтобы он был доступен тоже очень оперативно. И в случае, если, условно, конечный потребитель за месяц, что ваше решение работает очень медленно, он просто идет к другому поставщику подобных услуг. В настоящее время конкуренции достаточно высок. Это что касается биллинга функции как сервис. Давайте поговорим про биллинг контейнеров. Такая опция тоже есть. Вы можете приходить в облака с контейнерами, то есть обычный контейнер с вашей микросервисной архитектурой, вы запускаете в облаке. Но, скажем так, чем отличается серверис подход в этом плане? В том, что у вас нету какого-нибудь кубера или другой среды оркестрации, в которой вы все это делаете. У вас просто запускается контейнер, в котором вы можете что-то проверить, что-то посмотреть, то есть какое-то не очень сложное решение. Там, где не требуется оркестрация, полноценная кубернесса. Такие простые задачки вы тоже можете запускать в контейнерах, серверис в облаках, абсолютно без какой-либо головной боли. То есть провайдер предоставит вам необходимые ресурсы под это все, но билить он будет уже за вычислительные ресурсы в данном кейсе, если вы с контейнера приходите. Если мы говорим про functions и services, то здесь билятся две метрики. Это вызовы и время работы. Так, давайте посмотрим на архитектуру простой функции, скажем так. Первое, что у нас здесь есть, это события. То есть наши функции должны быть связаны с какими-либо событиями. Будь то это вызов по API из другого решения, либо из web-интерфейса, или, например, создание объекта, создание записей в базе данных, изменение записи в базе данных и так далее. То есть куча различных облачных сервисов генерирует огромнейшее количество событий, каждый из которых мы можем с вами обрабатывать, и каждый из которых может быть триггером, то есть источником для нашей функции. Дальше. У нас что-то случилось. Мы к этому чему-то привязываем, соответственно, вот такую функцию. Здесь описаны примеры трех таких движков. Первый – это Azure Functions в облаке Azure. Дальше – AWS Lambda в облаке Amazon. И следующий – это Google Cloud Functions из Google Cloud Platform. Соответственно, в этих движках для сервера поддерживается большинство рантайм. В данном случае под рантаймом понимается язык, на котором это написано. То есть поддерживается Node.js, Python, Java, Go, Ruby и множество другого. То есть это говорит о том, что в целом на любом известном языке программирования вы можете построить свое решение, описав его по парадигме сервера. Ну и дальше ваша функция может с чем-то взаимодействовать. То есть, условно, произошло событие, какую-то логику мы реализовали, и эта логика может как-то взаимодействовать с каким-то другим сервисом. Не знаю, может быть, данные в него отправить, какие-то положить, например, запись в ВД создать, либо считать что-то. Так и взаимодействовать с, основно, не сервером с приложением, например, с каким-то API, который взаимодействует. Или, например, вызвать другую функцию, которой на вход тоже вы там через API передаете какие-то данные. То есть можно строить достаточно большие, зрелые решения, которые будут работать. Вот таким образом выглядит архитектура сервера с решением. Если вдруг какие-то вопросы на данном этапе возникли, напишите, пожалуйста, в чат, пока их не вижу. Давайте двигаться дальше с вами. Есть, конечно, в этой архитектуре еще один нюанс. Мы сейчас тоже о нем поговорим, но, на мой взгляд, его лучше рассмотреть как раз на одном из примеров использования, то есть use case. Давайте посмотрим на use case, которые можно реализовать в парадигме сервера. Первый достаточно такой простой пример. как раз который поможет нам с вами идентифицировать условно такую проблему, которая может возникнуть и которую нужно избегать в таких решениях. Представьте в данном кейсе, что у вас, наверняка, вы все являетесь пользователями социальных сетей, мессенджеров, где загружаете аватарки, и, как правило, к ним предъявляются какие-то требования платформы. То есть банально вы загружаете фотографию в самом крутом качестве, а платформа не может себе позволить хранить под капотом все в таком качестве, и поэтому применяются какие-то ресайзы, то есть скрипты, которые ресайзят вашу аватарку и в соответствии с этими правилами хранят на платформе. Вот здесь такой же пример. То есть вы условно загрузили в приложеньку фотографию, дальше она упала на бэкэнде в S3 Storage, здесь это Amazon S3 в примере, и как раз в этот момент срабатывает триггер. У нас при создании объекта на хранилке как раз появляется одноименное событие создания объекта. Вот на такое как раз событие в данном кейсе повешена функция. То есть вот у нас сработал триггер создания объекта, вызывается лямбда-функция, в данном случае, я говорю, в терминах AWS, поскольку эта картинка просто описывает use case для AWS, но в целом это реализуется на любой сервис. Вот. И, соответственно, эта функция, она что делает? Она ресайзит нашу картинку в соответствии с определенными требованиями. И после этого она куда-то ее отправляет. Может быть, в базу, веб-нахранилку и так далее. То есть вот такой хороший пример сервис, который может вам показать, как вообще это работает. То есть, условно, у нас есть хранилище где-то в облаке, в нем создался объект, применилось сразу же на событие функция ресайза, и наша фотография обработана и передана дальше нам по pipeline. Очень простой use case, который реализуется через functions as a services. При этом, опять же, вам нет необходимости держать работающие вычислительные ресурсы в контейнерах, в виртуальных машинах и так далее. Все вам предоставляет cloud service provider. Вы просто вызываете вашу функцию. Так. Опять же, надо понимать, что с точки зрения экономической эффективности нужно понять, что бывают кейсы, когда, может быть, и это не очень релевантно для вашей инфраструктуры. То есть тут надо понимать, что если у нас миллион запросов происходит, например, и контейнер с этим отлично справляется, и выплатить из вычислительной мощности меньше в данном кейсе, то это тоже такой, скажем, триггер к тому, что надо посмотреть, а какую архитектуру все-таки используют для себя в решении. Далее. Смотрите, вот как раз давайте на этом примере разберем, а какие сложности могут быть. То есть условно, у нас есть некоторое хранилище ST, и куда мы складываем подобные картинки, и которые вырабатываются. Вот как вы думаете, а что произойдет, если я, например, возьму картинку, положу ее в это хранилище, обработаю ее, а потом я ее опять же положу в это хранилище, то есть абсолютно в тот же ST. Вот как вы думаете, какая проблема может возникнуть? Напишите, пожалуйста, в чат. Давайте мы написали в чат, выделим примерно минутку. Так. Да, Дмитрий, все верно. То есть у нас с вами получается бесконечный цикл. То есть мы повесили обработчик на событие создания объекта, мы этот объект обработали и обратно положили в ту же хранилку. Но при этом у нас возникает рекурсия, потому что у нас опять же создается объект, опять же срабатывает тот же триггер, и опять срабатывает эта же функция. Вот как раз таких кейсов надо стараться избегать. Вот, кстати, в Амазоне мы чуть позже посмотрим его об интерфейс. Если вы пытаетесь на подобные события для S3-бакетов повесить сервер с функцией, то он сразу вам в интерфейсе говорит, что смотрите, если вдруг вы будете использовать одинаковое имя для источника и назначения бакета, то вы будете вынуждены заплатить много денег, потому что возникает рекурсия. И пока вы галочку, что я это знаю, не поставили, вам не дадут создать эту функцию. Вот то же самое и с остальными серверами с решениями. Прежде чем, условно, тестировать это все в облаке, обязательно положите на бумагу свои мысли, то есть напишите те информационные потоки, которые у вас циркулируют в рамках вашего решения, как взаимодействуют ваши микросервисы. Это очень важно, когда у вас есть такое понимание, потому что вы можете очень быстро тогда разобраться, а где же проблема у вас возникла. Еще вот на фазе, скажем так, paper-based review, когда вы на бумаге смотрите архитектуру своего решения. В интернете, на том же Хабре и других ресурсах, вроде Stack Overflow, есть множество трейдов, когда люди разрабатывают какое-то большое решение именно в парадигме сервера, и где-то в какой-то момент упускают как раз вот эти информационные потоки в правильном виде, и у них возникают триггеры. Помню точно, на Хабре был такой кейс, когда ребята в гугле писали большое решение, и где-то в базах у них затеггерилось. Это все, и получилось у них бесконечная рекурсия. То есть ребята в один момент пришли на работу и были очень удивлены, что их счета за услуги и облачного провайдера стали вдруг в моменте увеличиваться до достаточно таких больших космических крупных сумм, которые они не понимали, откуда берутся. И условно разбор полетов и того, что у них было написано, показал, что действительно возникла рекурсия, и так вышло, что она привела к достаточно серьезным последствиям. Здесь хорошо, если, например, Cloud Service Provider пошел вам на уступки и скостил косты, но, как правило, такое бывает очень редко, поэтому будьте аккуратны, обязательно описывайте архитектуру вашего решения, кладя ее на бумагу, на слайд, и обсуждайте с командой, потому что вот эти мелочи, они могут потом очень больно выстроить. Хочу еще тоже сказать, что, например, если вы пользуетесь AWS Lambda, то есть решением от Amazon Web Services, у вас есть еще такое замечательное решение, как Local Stack для отладки всего этого. Что такое Local Stack? Это, по факту, движок для сервера, с которым вы можете поставить себе там даже на новую. Это нужно для того, чтобы вы могли отладить ваше приложение, то есть вашу логику, вашего решения, перед тем, как вы загрузите в облачную платформу непосредственно готовый код. Таким образом, вы уже снижаете себе косты. Понятно, что за то, что вы у себя локально отлаживаете, вы ничего не платите. В том плане, что не будет билиться, как классический сервер, если вы себе поставили условно open source, и вы с ним работаете. А как только вы переносите ваше решение в облако, то там уже, понятно, вы начинаете билиться по полу. Можно даже в целом выстроить небольшой такой CICD pipeline, когда вы локально сюда все это отлаживаете, и потом по DevOps-турбе условно все это и в тот же AWS и запускается уже у них в облаке. Если кому интересно, решение называется LocalStack. Его можно спокойно загуглить, попробовать себе поставить и позапускать в нем непосредственно. Так, давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим следующий пример. То есть для этого у нас был такой достаточно простой пример условно одной функции, которую мы описываем. При том, можно еще сказать, что эта функция применима не только, например, к обработке видео, очень часто таким образом делают различную транскрибацию, точнее, не только для фото, но и для видео. И таким образом очень часто делают транскрибацию различного видеоконтента, например. Очень удобно, и как раз на тех больших площадках зарубежных, которые предоставляют сервисы, серверы, в том числе, они уже предоставляют паттерны как раз под подобные задачки. То есть там ресайзинг, транскрибация и так далее. Как правило, в библиотеке темплейтов это все есть, и это можно брать сразу же и с минимальными затратами. Так, дальше. Здесь уже такой более сложный пример. То есть здесь пример уже такой вот, скажем, веб-аппликейшена, который у нас выдает информацию о погоде. Так, соответственно, здесь по клику мышки, условно, у нас выводится информация о погоде в конкретном месте. Серверис, функция лямбб, в данном случае, она обернута через как раз Амазон и Пиагейдовый, чтобы можно было удобно веб-морде сделать ссылочку на данную функцию. Она по клику вызывалась. Соответственно, когда мы кликаем, у нас вызывается API-ка, соответственно, триггерится наша лямбда, и она запускает код, который у нас запрашивают по базе данных по году для там локального региона, например. И лямбда идет в базу данных, в данном случае это DynamoDB, и оттуда получает информацию. Вот такой пример уже более сложный, когда мы построим некое веб-приложение, используя только серверис. Подобным кейсом можно в целом написать логику для многих веб-приложений достаточно несложных. Стоит также обратить внимание, смотрите, здесь есть сервис DynamoDB. Например, компания Amazon умеет предоставлять этот сервис тоже как serverless, и здесь вы платите уже только за, скажем так, определенные метрики, вроде количества обращения к базам данных и так далее. То есть можно еще и на базах данных, в том числе, немножко скостить косты при работе с serverless. Понятно, что никто не мешает вам развернуть, опять же, там виртуальную машину, не знаю, контейнер с какого-нибудь MaraDB, но здесь, опять же, смотрите, просто вопрос того, что вам выгодит. Платить за вычислительные ресурсы или платить за количество вызовов, количество обращений к определенной базе данных. Далее. Если какие-то вопросы возникли, коллеги, задавайте их в чат. Давайте поговорим немножко про те паттерны, которые можно использовать для описания как раз вот serverless microservice. Сразу скажу, что их достаточно много, этих паттернов. Здесь мы просто несколько рассмотрим для примера. Более подробно большинство паттернов и как это можно сделать, мы рассматриваем в курсе как раз отусок cloud-сайдшем архитекта. Так, первый пример, давайте мы посмотрим на это simple web-сервис. Его пример мы уже посмотрели с вами раньше на use case. weather-сервиса, то есть погодного сервиса. Смысл абсолютно такой же. У вас есть клиент, который какие-то данные получает через лямбду, обернутый в API-гейтвей. А лямбда, в свою очередь, эти данные либо берет из базы данных, либо туда кладет, например. Таким образом, можно описать, опять же, таким паттерном, множество задач, которые решаются в рамках microservice. Имеется ли задач end-юзера, задач существующих решений, можно переложить вот в такой вот. Так, следующий пример уже немножко сложнее. Это так называемый масштабируемый webhook. Еще функции иногда называют webhook. Так что не пугайтесь этого слова. Например, в облаке WK только вебхook упоминается. В данном кейсе уже наша лямбда не просто обернута API-гейтвейтвей, но еще используется сервис очередей SQS от Амазона для того, чтобы формировать очереди кластинам какую-то определенную информацию. Дальше, если вдруг у нас результат, условно, работы этой функции был некорректный, то данные можно положить в другую очередь. Здесь называется dealq, то есть это очередь для условно мертвых сообщений. В случае же успеха, видите, здесь идет взаимодействие с базой данных RDS в Амазоне. Зачем так сделано? Посмотрите, иногда, когда мы выполняем какой-то код, мы хотим понимать, а успешно он выполнился по микросервису или неуспешно. То есть с точки зрения кода мы можем с вами писать различные эксепшены, а с точки зрения микросервисов мы иногда хотим понимать, что вот здесь все прошло хорошо, даем в определенном виде сообщинку ОК для продолжения. Если прошло плохо, то, например, мы в другую очередь складываем сообщинки и другую применяем. Давайте приземлю на такой пример из реальной жизни, например. Есть сервисы, которые занимаются транскодированием видео. Их достаточно много. И вот, например, пришел какой-то клиент со своим видео, он его загружает, где по парадигме сервера с реализован пайплайн как раз резайзинга, транскрибации и других операций с этим видео. Клиент загрузил свое видео, например, вы захотели его там зарезайзить в другой формат. Окей, началась обработка, но в какой-то момент тот микросервис, который осуществил обработку вашего видео, зафейлился. Как правило, логика сервиса строится следующим образом. Этот объект берется еще раз, запускается под него, например, экземпляр контейнера, и начинается заново обработка. То есть обработка запускается, опять фейлиться. И вот здесь уже условно на второй-третий раз для нас с вами должен сработать триггер. А может быть пользователь что-то, например, какой-то кривой файл может быть. Может быть что-то в нем не так, и мы действительно его не можем обработать корректно, поскольку третий раз уже задачка, то есть микросервис, который обычно спокойно съедает такие данные, перемалывает их и отдает в нужном виде пользователя, он не работает. Вот здесь как раз такой триггер, что мы условно в другую очередь отправляем сообщение, что вот у нас возникло видео, давай-ка мы сейчас что-то придумаем. И это что-то придумаем, может быть, вплоть до того, что мы либо клиенту скажем, смотри, иди в другой сервис наш, сначала туда видео скорми, оно как-то там обработается, после чего идентифицируется, все ли с ним хорошо, может быть там условно данные, что называется, повреждены. Либо просто сразу ему отказать, сказать, что извините, но этот видеофайл мы не можем обработать, проверить самостоятельно, что все окей, и приходите. Для этого в том числе и нужны там очереди, чтобы складывать информацию о таких взаимодействиях, микросервисах, все хорошо там, все плохо и так далее. И как раз сервис нам позволяет реализовать эту логику, то есть мы можем с вами складывать в том числе данные в очереди, и при необходимости складывать их в очередь для как раз неудачных задач, которые завершены были неуспешно, тем самым выстраивая более эффективную логику нашего приложения, нашего решения, которое мы строим в облаках. Дальше, такой пример, скажем так, простого сервиса по авторизации. Здесь у нас есть лямбда-функция, которая, опять же, обернута в API-гейт, с которой взаимодействует клиент, когда мы какой-то сервис используем по аутентификации, который также взаимодействует с базами данных. Может также применяться какая-то политика, например, ко всему этому, внутренняя амазоновская IAM, которая разграничивает, кому можно какие действия выполнять. То есть такие сервисы тоже вполне можно строить на AWS и других облачных платформах, которые позволяют реализовать парадигму бессмертных вычислений. Дальше, еще один паттерн, он называется агрегатор. Например, когда наша лямбда-функция условно взаимодействует с множеством микросервисов либо других лямбда-функций, от которых она ожидает какие-то данные либо отправляет им данные. Это так называемый паттерн агрегатор. Еще один пример. Это больше, наверное, пример из мира построения потоков, всяких бигдейта и так далее. То есть в данном случае речь идет про обработку потока данных, каких-то там, может быть, для ETL-слой, когда мы хотим из одного источника данных достать данные, обработать определенным видом, трансформировать их и положить, соответственно, в другой. Например, для того, чтобы привести все данные к какому-то нормализованному виду, когда мы их получили от разных источников, купили, например, разных источников тоже, и потом предоставляли в рамках своего сервиса, например, для быспорта. Вот здесь также у нас через API-гейтвей оборачиваются лямбда-функции, используется сервис Kinesis для стриминга внутри Adableness, и, соответственно, результаты складываются в S3. Далее передаются в сервис Amazon Redshift. То есть таким образом тоже можно выстраивать свой pipeline. В целом, о чем все эти паттерны, о чем все эти use case, о том, что большинство типовых задач, которые мы с вами привыкли архитектурить, делать через микросервисную архитектуру, ложатся как раз в данную парадигму. Можно их пересмотреть, можно их переделать именно под подобные архитектуры решения. И в многих кейсах даже будет профит с точки зрения финансового для нас. Главное все правильно построить, главное описать все информационные потоки правильно, для того, чтобы не было вот таких вот нежданных кейсов с большими счетами за рекурсию, которая возникает под капотом нашего решения. Вот, это несколько примеров паттернов, паттернов именно сервисов. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы в чате, прежде чем мы перейдем к обзору, какие бессервенные сервисы есть, например, в облаках. Так, вопросов пока что нет. Окей. Так, сейчас мы поговорим с вами про то, какие у нас есть серверы с сервисом в, скажем так, популярных облаках. И дальше немножко посмотрим в консоли Амазона, как это выглядит вообще, как с этим можно попробовать поработать. То есть, что бы мы ни боялись, это абсолютно не страшно. Очень удобная среда разработки предоставляется, в которой мы достаточно быстро можем с вами начать работать и какие-то сервисы строить. Да, еще хочу обратить внимание, что есть также у облаков и, скажем так, строительные блоки, которые по парадигме low-code, knock-code предоставляют возможность строить такие сервисы решений. У Амазона тоже есть такой сервис, то есть, условно, вы можете, накликав мышкой, накидать необходимые сервисы и получить готовое решение. Так что достаточно просто в наше время можно строить большие предложения. Так, давайте рассмотрим облако, скажем так, номер один, которое по Гартнеру – это Амазон Веб-сервис. С точки зрения сервера, это, наверное, самое продвинутое облако, поскольку по данной парадигме здесь предоставляется большое количество сервисов и их количество растет с каждым днем. То есть, начинали они, опять же, с AWS Lambda – это Functions и Services, он сейчас есть. Продолжили AWS Fargate – это как раз вот кейс для контейнеров, которые вы приносите. Вы можете из них строить, соответственно, решение по парадигме сервера. То есть, ну, платите уже за счетные ресурсы в контейнерах. Дальше они построили сервис Step Functions, который как раз в парадигме лоу-код-нову-код дает нам возможность набросать кубики и построить решение. И стали другие сервисы тоже развивать, такие как API-гейты, чтобы на шлямдо оборачивать, там, Амазон SQS, SNS, чтобы мы могли с футуами строить, используя, точнее, сервисы очередей и подписок гибкие, масштабируемые, где мы платим тоже за определенные кванты, а не думаем о инфраструктуре, поскольку все это полностью на стороне обычной актовалии. Вот. И сейчас у них стал, точнее, даже стал не появляться, стал расширяться их портфолио в баз данных. То есть теперь, помимо DynamoDB, появилась Амазон Аврора серверлес, сейчас еще появился, по-моему, аналог Хадупа, тоже, который по парадигме сервис можно получать. То есть эти сервисы набирают все большую популярность, и все больше их появляется в портфолио. Тут тоже стоит обратить внимание, что компании не просто так создают новые сервисы у себя в портфолио, а именно по результатам обратной службы вообще работы с конечными заказчиками все это возникает. То есть сервисы, условно, которые не пользуются спросом, они не так часто появляются в портфолио крупных компаний. То есть тут можно сделать такой вывод, что больше сервисов у нас будет появляться таких, и они будут пользоваться спросом в ближайшее время. Дальше. Облако Azure. Они, скажем так, догоняют облако номер два по Гартнеру в мире. И, соответственно, свое портфолио серверис они тоже стараются сейчас расширять. Изначально у них были только Azure Service Functions. Как раз вот это те функции, которые мы могли описывать и строить свое решение. Дальше у них появился Application Environment, если не что, это называется сейчас. то есть апп-сервис, в котором мы можем загружать с вами контейнеры. Нет, я же контейнер-сервис, он называется, да. Соответственно, в котором мы с вами можем загружать контейнеры, соответственно, и они будут исполняться. Исполняться, но без какой-либо оркестрации, просто чтобы в кейсе, когда нам нужны вычисленные ресурсы по контейнере, мы пришли и запустили. без какой-либо необходимости оркестрации и заботы об инфраструктуре. Но и таким образом тоже появляются новые у них решения постоянных портфолио, но не так, может быть, часто, как у прошлого игрока. Далее Google. У Google есть тоже Cloud Functions, который позволяет нам функцию писать. Есть Workflow для оркестрации продукта сервисного. Но и они тоже развивают другие продукты, в том числе, где мы можем с вами контейнеры приносить. Что еще хочу отметить? Яндекс хочу отметить, поскольку компания наша отечественная, тоже активный игрок рынка облаков, не фигурирует в аналитиках Гартер, но, несмотря на это, активно развивают на рынке зарубежных сервисов. В том числе и парадигмы серверис у них тоже есть. Они наращивают портфолио продуктов, которые предоставляются по данной парадигме. И вы можете смело прийти в Яндекс и посмотреть те же Cloud Functions, например. Да, тут, кстати, стоит отметить, что в больших облаках в целом под уровнем бесплатного использования, под фритиром, вы можете с этим всем ознакомиться без проблем. Тот же серверис, он туда включен в определенном количестве транзакций. В Яндексе вы тоже можете получить в целом фритир и посмотреть в рамках него серверис. По-моему, если не ошибаюсь, он туда включен как раз. Давайте посмотрим, есть какие-то вопросы. Вопросов в чате пока нет. Давайте посмотрим, как это все выглядит именно в консоли. на примере площадки AWS. Давайте вернемся к практике. Так, вот у меня консолька AWS, соответственно. В AWS сервис, функциональный сервис называется Lambda. Я проваливаюсь. И вот здесь открывается, скажем так, дефонтовая такая вьюха, дешборд, в котором отражаются все функции, которые я создал. Поскольку здесь я все удалил, у меня здесь пока ничего не находится. Давайте попробуем с вами создать много фокуса. Первое, что спрашивает наш визорд. Визорд, к слову, достаточно простой. Нам нужно заполнить, условно, одну страничку. И после этого у нас появится результат. Первое, что спрашивает. Мы можем сделать с нуля, условно, наш темплейт. Это называется здесь After from Scratch. То есть мы с вами получаем, условно, голову в микро-вм. Голый исходник темплейт с кодом, который мы с вами дописываем и получаем какой-то результат. Давайте к этому, типа, мы еще вернемся. Посмотрим, что есть еще. Дальше. Мы можем с вами использовать блюпринты. И блюпринты – это темплейты, которые кто-то уже, условно, до нас реализовывал. И облачная платформа их ставит на поток, поскольку автоматизация какой-то задачки она пользуется спросом. Как раз в блюпринтах мы можем посмотреть достаточно востребованные кейсы, например. Так, давайте посмотрим, какие у нас сейчас блюпринты есть. Да, видите, у нас есть блюпринт, то есть темплейт для взаимодействия, например, с базой данных в определенном режиме, точнее с ее таблицей. Есть, причем у нас блюпринты для разных, опять же, движков, для Non-JS, для Python и так далее. Есть блюпринты как раз для взаимодействия с S3, то есть GetS3Object – это получение информации об объекте, который располагается на S3-хранделище. Что еще есть? Hello World. Как правило, пустое приложение. Мы его посмотрим, что такое. Вот есть тоже интересные кейсы, когда нам нужно модифицировать заголовки респонза от веб-сервера. Тоже очень интересно. Такие задачки тоже, кстати, можно через ламбду делать вполне. Для модернизации существующего приложения через API построить взаимодействие, так и для того, чтобы в новом обработать такой ламбико. Ну, и, соответственно, вот здесь блюпринты по работе с некоторыми сервисами AWS. Их тут тоже достаточно много. Так, давайте дальше. Дальше. Опция. Можно использовать образ контейнера для построения функционов и сервисов. То есть это просто контейнер, который вы, условно, сделали у себя локально. Например, вы там local stack разворачивали. В нем у вас определенная функция есть, которая что-то делает. То есть, как бы в микросервере свой писали. Вы локально у себя его отладили, понимаете, да, все окей. Давайте я его загружу теперь вот в облако. И как раз вот в облако приходите здесь, загружаете через этот раздел. И у вас появляется в списке ваша функция или функции, с которыми вы можете работать. Давайте мы вернемся теперь к... Кстати, интересно, что поминалось. Визард, потому что здесь, помимо блюпринтов, именно вот таких вот кейсов, раньше была база именно с темплейтами под конкретные задачи. Там транскрипация и так далее. Очень интересно, оно куда-то здесь под капот переехало. Или же все-таки оно как в блюпринт. Вот здесь в список просто попало, но с определенным названием задачи. Окей. Ну вот, например, да, видите, зелёчки. Обработка данных из лога CloudWatch, то есть системы монетаря AWS. Тоже очень интересно, да, делать через лямбду, парни тоже, наверное, зума. Всякие бач, джобы делать. Или вот интересный тоже экзампл. Смотрите, у AWS есть законченные сервисы, то есть у продвинтый SaaS, да, например, это AI-сервисы, там, или WMA-сервисы еще называются. В чем их суть? Это готовые сервисы, которые вам предоставляют какую-то функцию, решающую задачку искусственного интеллекта. Вот, например, есть сервис Recognito, который является сервисом комитетного зрения. То есть с помощью него вы можете распознавать различные картинки, там, детектировать объекты на нем. При этом вам не нужно иметь дорогостоящих специалистов Data Science в своем штате. Просто этот сервис уже обучен на определенных данных, и он является законченным решением, куда вы просто скармливаете картинки и получаете какой-то результат. Вот здесь, например, такой кейс для распознавания лиц на базе этого сервиса. Это сервис, когда вы загружаете в объектные фамилии через три картинки, соответственно, и дальше они распознаются, и на них детектируются лица. То есть о чем это говорит? О том, что даже вот такие современные штуки, как машинное обучение и так далее, можно имплементировать в ваше решение через парадигму сервера. Как раз облачные провайдеры в том числе предоставляют вам сервисы, которые заполняют гэпы, то есть, например, там по AI данным кейсам, и которые позволяют вам на лету получить решение. Как тарифицировать рекогнито, сейчас не скажу, по-моему, там тоже как-то по количеству операций. Так что все очень гибко. Так, давайте посмотрим теперь нашу первую опцию, то есть After from Scratch, создание шаблона снега. Здесь нам предлагается ввести имя нашей функции. Ну, как fung test01. Дальше мы выбираем рантайм, то есть на каком языке программирования, под каким рантаймом мы с вами хотим посмотреть, точнее написать наше решение. Давайте, например, by default, был Node.js, поставим Python, например. Следующая опция – это архитектура. То есть, о чем это? Amazon – достаточно большое облако, в нем есть как вычислительные ресурсы, то есть серверы x86-й архитектуры, так и серверы, это Intel AMD. Так и серверы их, собственно, разработки на процессорах ARM, соответственно, архитектуры ARM. Здесь мы можем с вами, как конечные потребители, выбирать, на какой инфраструктуре будет закушена эта микромашина с нашей функцией. В целом, в данном кейсе это особо не имеет никаких значений. Это только если, например, в будущем, или если вы понимаете, что ваше решение может переехать куда-то в, не знаю, более полноценный кейс контейнеризации, где тоже применяются, например, ARM, либо классические серверы, там, возможно, не будет иметь смысл, так как с точки зрения разработки вам нужно будет ставить правильные библиотеки под правильную платформу. Но, как правило, в облаке же, опять же, все-таки преподготовлено для нас уже и соответствует Best Practices, поэтому здесь в целом выбирайте ту опцию, которую вы хотите, но особой разницы здесь нет. Дальше. Можно настроить разрешение, но, опять же, если вы делать какой-то большой кейс, то, как правило, вам нужно создавать роль, которая позволяет выполнять ваши функции, соответственно, и замодействовать с другими сервисами в том числе. Есть еще вот некоторые дополнительные опции, можно протегировать, соответственно, все это по необходимости, можно получать доступ к приватным ресурсам VPC через вызовы Lambda Function, то есть VPC, это словно ваш периметр, это ваш виртуальный франк, в котором вы работаете. Так, но в данном кейсе мы этого не хотим. Давайте мы создадим функцию и посмотрим, что есть дальше у нас в визуалите под капотом и так далее. Так, пока создается, давайте посмотрим вопросы в чате. Дмитрий спрашивает, какие рантайм, кроме Node и Python, я думаю, с поддержкой, если не брать контейнер расчет. А, Дмитрий, я все увидел. Да, Дмитрий, тут достаточно широкий, скажем так, спектр рантайма. Мы это сейчас посмотрели визуально. Опять же, все зависит от того, какую большую платформу вы используете, потому что не везде широкий набор рантаймов, то есть где-то там парочка предоставляется. Опять же, у AWS почему показывают? Потому что у них активно развиваются эти сервисы, у них очень хорошо это реализовано, и в данном случае их можно как в State of the Art здесь расценивать. Есть и другой обычный провайдер, например, у которого это, скажем так, в определенном виде есть. Например, для сервиса S3 у них можно создавать такие функции. Но это очень ужасно выглядит для конечного потребителя с точки зрения user experience. Поэтому видите, как есть негативные кейсы, так и позитивные, в том числе и взаимодействие с такими сервисами. Так, да, еще такая история, смотрите. Помимо того, что есть сервер для облаков, вы можете серверлис и приносить в свою организацию условно. То есть серверлис – это просто парадигма. Облачные провайдеры по ней первые предоставляют ресурсы, потому что у них, очевидно, есть в этом профит, да, они больше клиентов, больше стартапов к себе могут привлечь, если позволят им более гарнулированно производить платежи, отчисления за те ресурсы, операции, которые они делают. А в мире интерпрайза тоже можно облегчить жизнь девелоперам. Есть так называемое сообщество Cloud Native Foundation, которая CNCF, вы можете загуглить, соответственно, и у них очень хороший сайт есть, CNCF Landscape. Он показывает ландшафт, а давайте сразу, параллельно загуглиру, одну секундочку, сейчас сок наблюдаются немножко друг на дружке. Давайте я подожду. Да, вот оно. То есть что это такое? Это как раз вот Cloud Native Foundation, который занимается развитием open-source продуктов для построения инфраструктуры, для предоставления различных сервисов внутренней инфраструктуры. И не только облачных, но и интерпрайз, и облака в целом стоят тоже на этих решениях. Много больших облачных провайдеров, коммитетов open-source. Здесь можно посмотреть как раз в разрезе различных технических доменов, парадигм и так далее. Такие решения есть, какие востребованы, какие появляются новые и так далее. Вот, например, у нас сразу видно на их главной страничке, что есть датабаз, баз данных очень много. То есть раздел Database содержит множество различных решений, которые вы можете использовать. Опять же, open-source, например, для построения CI-CD, для CI-делива, тут есть различные решения. Я даже уверен, что многие из вас с ними знакомы, например, Jenkins, тут есть и так далее. Также здесь есть и раздел, в том числе по серверу. Вот смотрите. То есть этот кусочек landscape тоже развивается. Можно посмотреть, какие тулы есть для того, чтобы работать сервером. Там в том числе security tools в отдельный раздел выделено. Есть некоторые фреймворки, которые позволяют также организовывать работу в сервере. И в том числе есть ссылки на хостед платформы. Но хостед платформы как раз облачный провайдер, который у себя под капотом реализует functions. То есть к чему это я? То, что... А, вот смотрите, да. То, что это можно поставить и к себе локально в предприятии, либо в тестовый контур, посмотреть, поработать. Может быть, оно зайдет и будет, скажем так, лучше для определенных кейсов. Да, там облегчить жизнь вашим разработчикам. Здесь как раз есть раздел вот в Тирлис installable platform. Это как раз те платформы, которые вы можете принести к себе в дата-центр, поставить и с ними поиграться. Из, скажем так, самых популярных, наверное, конейт, можно сказать, его можно поставить и у себя реализовать такую парадигму компании. Давайте я скину ссылку сейчас вам на Cloud Native Landscape. Опять же, этот Landscape интерактивный, он постоянно пополняется, сообщество достаточно большое. Очень, кстати, рекомендую в том числе и походить на их метапы. То есть сообщество не просто, условно, Landscape коммитет, оно занимается полноценным развитием разработки продуктов, организует постоянно метапы. но, к сожалению, с тем, что в мире происходит, может быть, они не очень доступны для нас, но, по крайней мере, очно. То есть по всему миру происходят большие метапы там. По Куберу, например, тоже они спонсируют и по другим вещам. Кубер тоже, кстати, по их Landscape, и они занимаются в том числе и Google, коммитет, и все это. Вот. В онлайне тоже их мероприятия доступны, не очень много полезной информации по тем продуктам, которые развивают, по тем кейсам, в которых эти продукты часто рассказывают, поэтому очень удобно смотреть, участвовать. Так. Давайте вернемся на нашу консольку. Вот. Пока мы с вами разговаривали, у нас как раз условно создался Environment, и вот так выглядит, скажем так, дешборд по работе с функцией. Первое, что мы здесь видим, это такое overview-шка. Что она включает? Она показывает, из каких компонентов состоит наша функция, микросервис. Что с чем работает? Первое, это триггер. По триггерам понимается условно побудитель нашего сервиса. То есть, что должно произойти, чтобы наш сервис сработал. Как раз побудителем может быть может быть величайшее множество сервисов, которые есть в AWS. Видите, здесь практически очень много сервисов, с которыми в том числе и третьисторонних можно настроить интеграцию, интеграцию с той точки зрения, что события, которые там произойдут, позволят запустить функцию. Если вдруг что-то не хватает, то все это оборачивается через API-гитвей, который здесь есть. То есть, вы сами создаете API, которая откуда-то вызывается, и ваш сервис срабатывает. Очень просто. Давайте мы посмотрим более такой простой пример может быть тоже. Это S3 как раз. Видите, здесь кейс. Используем сервис S3. То, что мы с вами разбирали простой кейс по тому, что какие-то объекты создаются. Здесь мы с вами выбираем bucket. Bucket – это условно хранилище, в котором мы объекты размещаем на S3-сторадже. Дальше выбираем, какие события хотим обрабатывать, регерить. То есть, можно, например, все события создания объектов, либо какие-то конкретные. объекты. Дальше префикс, например, можно применять эту логику к объектам, которые хранятся в определенной условной директории на S3-сторадже. То есть, у нас есть bucket, в нем условно хранится куча файликов и бывает, что мы создаем логические сущности, в которых мы тоже складываем соответственно объекты. Здесь можно к ним тоже применить правила. И вот видите, в конце, как раз, когда мы работаем с объектом хранилищем, нам wizard говорит, точнее, у нас оповещает о том, что возможно возникновение рекурсии. Как раз нас просят поставить галочку, которая звучит следующим образом. Я ознакомлен, что использование одинаковых S3-бакетов для объектов, которые у нас поступают на вход функции и на выход, не рекомендуется. И эта конфигурация является причиной рекурсивных вызовов, увеличивающих использование наших лямбда-функций и увеличивающих стоимость. Такая простая галка очень хорошо позволяет людям почитать и понять, что так делать нельзя. Конечно, бывают юзкейсы, когда, условно, даже добавляют в интерфейсе какие-то элементы управления, пользователь не читает это, но процент таких пользователей достаточно низкий. Поэтому, ставя эту галочку, мы с вами сможем создать новый соус. Поскольку у меня нет сейчас созданных бакетов, у меня визор прогнется. Давайте нажим кнопочку «Отмен». Соответственно, если бы я нажал «Далее» и у меня был бы создан S3-бакет, здесь бы просто отобразился как раз S3-бакет и что мы обрабатываем. Дальше идет как раз наш runtime, то есть наша функция называется functest1. Внизу у нас такая простенькая среда разработки открытой, в которой мы с вами можем ее писать. Вот здесь уже есть дефонтовый темплейт «Hello World», который по факту ничего не делает, кроме как отображает татус-код 200. То есть условно 200 значит, что все работает, когда мы осуществляем вопросы. И если мы каким-то образом к этой функции обратимся, то мы увидим, что она работает. Все это можно затестить сразу же здесь. То есть условно когда мы нажмем тест, оно скажем так скомпилируется, соберется и при деплое оно у нас задеплоится, мы сможем это проверить. Но в данном кейсе у нас здесь просто «Hello World», поэтому целый что есть здесь интересного, посмотрим. То есть это у нас была вкладочка «Code», такая простенькая IDE для разработки. Дальше как раз вот еще вкладочка более продвинутая для теста. Мы можем здесь скажем так некоторые тест-кейсы обкатывать с определенным форматом данных. Дальше можем помониторить некоторые вещи. Опять же, для мониторинга используется CloudWatch, базовый сервис по мониторингу в облах AWS. Чем хороши облачные сервисы мониторинга, тем, что они интегрированы со всеми обычными сервисами и мы можем все их мониторить в той или иной степени. Соответственно, видите, здесь у нас основные ключевые метки это «Invotations» количество запахов нашей функции и «Duration» время их выполнения. Есть та же метрика «Error Count and Success Ratio», то есть количество ошибок и успешных исполнений. Есть «Concurrent Execution», одновременные вызовы и так далее. Да, можно еще, кстати, лямбда и асинхронно вызывать. То есть есть кейсы, когда лямбда синхронно вызывается и есть кейсы, когда она может асинхронно работать и тоже предоставлять нам ценность какую-то. Так, дальше, «Configuration». Вот здесь, кстати, интересный раздел. В нем, скажем так, есть возможность посмотреть предопределенные лимиты под нашу «Micro-VM», то есть микровиртуальную машину, в которой все исполняется. Предопределено у нас, как правило, 128 мегабайт оперативной памяти под нашу задачку, 512 мегабайт кишемерного сториджа, ну и базовый тайм-аут это 3 секунды, то есть то время условно, которое мы должны положиться. Это можно тоже отредактировать, соответственно, получив необходимое количество ресурсов под свой кейс. Так, давайте наверное все назад. В целом, наверное, давайте посмотрим конфигурации для синхронного вызова, две попытки в случае, если у нас неуспешно это проходит. Мониторинг, да, видите, что у нас мониторинг включен до нашей функции, соответственно, можно отключить при желании, но зачем? Так мы получаем больше информации, это более управляемый стаб, когда мы можем какие-то методы получать, и на основе них принимать решение. Вот, то есть раздел конфигурации, о чем? О том, что мы можем посмотреть предопределенные лимиты, настроить некоторые опции для запуска ваших функций. И это очень удобно. Дальше. Следующая опция, да, вот здесь еще есть такая опция layers, да, слои, в целом, это вот про то же самое, что и в контейнерах, да, есть опция создания разных слайб. И destination, не менее важный момент, то есть, что это такое? Условно, наша функция отработала, и вот дальше мы можем тоже ее попросить что-то сделать. Например, положить какие-то сообщения в SNS, SQS topic, очередь, да, то есть, как мы раньше говорили, что если восполнился условно успешно, данные в одному пайплайну пошли, если неуспешно, то есть очередь для мертвых сообщений, куда это положилось, и на них мы тоже можем реагировать. И здесь тоже есть условия, во-первых, как это исполняется все это синхронно-синхронно, какое условие мы с вами хотим здесь обработать в качестве данного destination, то есть, если все успешно, например, success, или если это failure, и что-то пошло не так. Соответственно, в качестве такого destination у нас может быть cns-topic, sqs-topic, а может мы все это повесим на следующую лямбда-функцию, которая как раз попробует что-то предпринять, либо как-то по-другому обработать данные, то есть такая цепочка лямбда-функции помещается, это тоже возможный кейс. Вот, то есть такой простой визор достаточно нам позволяет построить наш микросервис, где мы что-то на входе имеем, то есть события, на которые мы реагируем, где мы описываем у них в нашей функции, соответственно, что мы реализуем и куда дальше мы это складываем. Здесь же все это мы тестим и таким образом мы получаем с вами готовый микросервис. Соответственно, подробно примеры мы тоже разбираем в рамках курса отусом Cloud Service Architect. Здесь мы только посмотрим основную выгоду, как это выглядит, как мы с этим работаем. Да, и соответственно, мы ее создали, да, у нас списки functions, в том дашборде, который мы помолча не открывали, у нас появилась еще одна функция. Видите, function name test, func test the one. Она в зипе, соответственно, мы ее можем скачать, если захотим. Вот. И модифайт, она изменена последний раз там, 16 минут назад. Можем ее сразу же потестировать, какие-то детальки посмотреть, например, тоже. Вот, но все предельно просто. Так, давайте посмотрим, что у нас в чате. В чате пока у нас вопросов больше нет. Окей, то есть, что мы с вами сейчас сделали, да, мы посмотрели пример работы по созданию, там, вообще, на сбор визарда на примере AWS по созданию функций как сервис. У них достаточно простая простая веб-интерфейс, в рамках которого мы все это посмотрели. При этом достаточно мощную возможность выдает эта платформа. Так, давайте двигаться дальше. Есть ли какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите их в чат, можете поставить плюсик и написать его, либо просто написать. Так, давайте на секунду поставим окном. нет новых вопросов пока окей, давайте немножко теперь расскажу про наш команду и программу курса, соответственно, в рамках которого проводится данный открытый урок. Давайте секундочку, я поделюсь с вами ссылочкой в чате. Вот, Александр, кстати, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. выгоднее ли Яндекс, AWS по деньгам? Смотрите, тут все зависит очень от тех мощностей, тех сервисов, которые нужны вашей организации. Почему? Во-первых, смотреть нужно все это в динамике, опять же, не просто в кокуляторе, создав виртуалку и посмотрев, что в Яндексе она стоит 5 рублей, в Амазоне 6 рублей. Окей, Амазон дорого, уйду в Яндекс. Почему в динамике? Большие зарубежные облака обладают интересными опциями. Если вы заключаете, то есть даете им коммит на ресурсы на длительное время, то вы получаете дискаунт. Сейчас, секундочку, давайте я покажу на примере. Есть AWS-калькулятор, который как раз тоже эту логику отображает. В целом, у каждого облачного провайдера есть свой калькулятор, в котором вы это можете посмотреть. Просто для тех опций, о которых я говорю, не все провайдеры еще зрелые и так далее. Влоп ответить на этот вопрос нельзя, нужна конкретная инфраструктура, нужно понимать, на какой срок вы хотите ее арендовать, и после этого можно уже вести переговоры с Cloud Service Provider. Вот пример AWS. Смотрите, я запускаю... Ссылку уже не скинул, да? Нет? Окей. Давайте я ее скину. Собственно, я открываю калькулятор AWS, нажимаю Create Estimate, то есть создать оценку. Здесь много разных опций. Давайте сейчас просто запомним, что мы с вами хотим посчитать инфраструктуру в регионе Огайо, это Америка. При этом мы с вами хотим достаточно простой сервис, виртуальную машину. посмотрим. Это называется H2 в AWS. И давайте посмотрим, что же у нас получается. То есть я беру один из темплейтов, который там есть. Вот он здесь называется T4G Nano. Два процца, грубо говоря, полгига памяти, Linux. Давайте мы пожирнее возьмем, чтобы разница в цене была, например. например. Например, я хочу 8 CPU, я хочу инстансы на AMD. Пойдет. Вот, я беру виртуалку 32 процца, 64 гига. Отлично. Дальше. Видите, у нас появляются интересные опции. Payment options. То есть, а как мы будем платить за это? Какие есть опции? Мы можем платить, заключить, дать коммит на 1 год, на 3 года. При этом в этих коммитах мы можем сразу же внести часть денег, либо вообще не носить, то есть no upfront, внести all upfront, то есть сразу предоплатить инфраструктуру на несколько лет вперед, либо частично внести. Все эти опции очень влияют на стоимость. Самая простая опция это on-demand, когда мы запросы получаем с вами без коммитов. Давайте мы ее сейчас напрягаем. Тут уже стоимость просчитана для всех опций. Смотрите, в чем суть. Если вы данную виртуалку получаете просто on-demand, то в месяц примерно она выходит вам вот в такие деньги. 899 долларов в Огайо. Если же вы эту инфраструктуру условно берете на три года, можно на один например взять, то она стоит вам с полным апфронтом, то есть с полной оплатой 7000 долларов. 7000 долларов на месяц это точнее на год. посчитаем сколько это месяц будет 7 314 поделить на 12. 609 долларов в месяц. А если уже вы платите за ресурсы по PayZU.GO, то есть on-demand по запросу, как обычно в облаках это делается, то вы платите почти 900 баксов. Разница в 300 долларов за одну виртуальную машину в горизонте года для организации мне кажется это существенная история. Особенно если инфраструктура у вас большая, эти мощности накапливаются. Поэтому ответить на ваш вопрос, нужно больше деталей и рассмотреть все опции от Cloud-SRS провайдера. Так как чем на большее время вам это нужно, тем больше дискомфер вам готов предоставить западный Cloud-SRS провайдер. Как правило такие опции бывают и у наших Cloud-SRS провайдеров, но они под капотом под договоры с юридическими лицами. Так что обязательно смотрите, изучайте того Cloud-SRS провайдера, с которым вы работаете. И вот еще такая интересная опция есть тоже на стоимость влияющая, это так называемый Spot Instance. О чем суть? Любой Cloud-SRS провайдер это большая биржа мощностей, то есть гигантские объемы инфраструктуры, на которых запускаются ресурсы. И бывает так, что в какой-то момент Cloud-SRS провайдеры поняли, что нужно как-то бороться с тем, что условно компания купила ресурсы, но она пока их не использует, а поскольку ресурсы в шареном пуле, то можно их кому-то продать. Стали продавать по интересной модели. То есть Spot Instance это условно временные мощности, условно компания купила мощности, она пока не запустила виртуалки, они в дата-центре просто стоят, в шареном кластере, точнее мощности под них, но не запущены. А компания B покупает такой временный инстанс, который, что называется, запускается на физическом оборудовании до тех пор, пока не пришел хозяин тапок. То есть когда придет компания A и нажмет кнопочку запустить виртуалку себя в интерфейсе, компания B, ресурс которых сейчас работает на этой машинке, получит уведомление о том, что смотри, пришел хозяин тапок, у тебя есть условно некоторый тайм-аут, после которого твоя виртуалочка будет выключена. И такие запросы можно делать по постоянной основе, то есть условно если одна виртуалка выключилась, снова создался запрос в определенном регионе и вы ждете пока на другом кластере виртуализации условно вы получите ресурс. Вот по такой парадигме тоже можно очень хорошо существенно косты экономить, вот Amazon подсказывает до 75% в раз. Поэтому обязательно изучайте прайсинг моделей представления ресурсов в том облаке, с которым вы работаете. Так. Александра спрашивает, а в РФ можно в законах? Смотрите, тут абсолютно правильно. Каждая страна она использует свои, скажем так, сквозь законодательства по работе с персональными данными и так далее. В России это ФСС-152, в Европе GDPR, в Америке забыл название. Вот. Но суть в чем? Клауд, сервис-провайдеры той страны, в которой вы работаете, как правило, они строят облака с прицелом на этот закон. Причем все зарубежные, которые строят в Европе, они соответствуют GDPR, там даже банки размещаются у них в облаках. Это нормально, это на уровне законодательства одобрено. вот. Но вот обратный кейс с РФ не работает. Российские облака не сертифицируются по GDPR, насколько мне известно, и, условно, зарубежные облака, даже в ближайшей Европе, они ничего не делают по ФСС-152. Ну, и очевидно, ФСС-152 не разрешает хранить зарубежные данные. Полностью. Хотя бы какая-то реплика должна быть в РФ. Поэтому здесь тоже как бы с большей вероятностью под ваш кейс, если вы спрашиваете, можно ли данные РФ хранить в том же западного в РФ. Так. Только если какая-то реплика есть на территории РФ, но, опять же, не все компании на это пойдут сейчас. Так, давайте немножко как раз вернемся. Вот вы задаете очень классные вопросы на самом деле, да, там по стоимости, по работе с персональными данными. Как раз вот курс отуса, в рамках которого проводится данный открытый урок по клаудсоречным и направлен на то, чтобы дать вам понимание вот этих сущностей, ответить, скажем так, на вот эти вопросы, чтобы вы сами могли начать свой путь архитектора в облаках, понимали, какие есть лучшие, точнее, понимали, какие есть базовые сервисы в облаках, как с ними работать, понимали, какие есть лучшие практики, как с ними работать, какие есть шаблоны согласно лучшим практикам, которые им соответствуют, как их променять и как мигрировать свои нагрузки, в том числе в облако, как изменить майнсет людей для того, чтобы те workloads, которые работали, например, on-premise, можно было переносить в облаках. Там тоже очень много рекомендаций со стороны cloud-сервис-провайдеров именно out-place минимации. Программу у нас ведут достаточно хорошие эксперты в этой области, то есть это все практикующие специалисты, которые работают архитекторами, девопсами, инфраструктурными архитекторами и так далее, строят инфраструктуру в различных компаниях, строят инфраструктуру как им премис, строят инфраструктуру в облаках и имеют опыт работы соответственно в этой сфере. Поэтому, если интересно, обязательно приходите в OtoS для обучения по данному курсу. Ссылочку на курс я скидываю. Так, давайте вернемся к нашей презентажке. И такой небольшой бонус, о котором мы говорили, то есть что может дать условно эта программа, если вы ее пройдете. Ну, в первую очередь она применима к solution-архитекторам, к cloud-архитекторам, к инфраструктурным архитекторам, в целом к армоге, которые работают в облаках. Здесь вот такой небольшой анализ со стороны команды OtoS на позицию solution-архитектора, например, в RF, опять же, на данных Headhunter, то есть нашего российского агрегатора позиции, агрегатора вакансий. То есть порядка 157 вакансий в январе было открыто с опытом о годах в данной предприятии области в Москве, но и в целом по России порядка 418 вакансий для соискателей с опытом от года в январе было публиковано на данном ресурсе. Опять же, если говорить о масштабе мира, то это намного больше, поскольку это тоже достаточно востребованное направление уметь работать с облаками. У того же Амазона, Гугла, Эзера, у них есть локальные позиции в компаниях solution-архитектор, которые как раз знают их сервис и помогают заказчикам правильно сделать анборд продукт. И во всех компаниях это тоже как бы востребовано. Соответственно, небольшая аналитика по зарплатным ожиданиям. Опять же, это на основе HeadHunter, но в целом эта цифра должна быть значительно больше. Особенно с учетом того, если вы знаете зарубежные облака. Как раз на программе мы показываем опыт работы с зарубежными облаками в том числе и с отечественными. То есть, условно, есть большие игроки, у которых есть сложившиеся best practices. которые мы изучаем, которые мы делимся. И есть облака наши, в том числе, где мы смотрим, а как это организовано у них и учимся с ними работать. Пример требований к соискателям позиции уровня Junior, например. Что здесь требуется? Знать шаблоны проектирования интеграции инфраструктуры. Например, те паттерны по сервису, которые мы смотрели. понимать, какие они еще есть и как это можно с этим уметь работать с Docker Kubernetes. Это уже стандартное требование стало в эпоху Cloud Native. Иметь опыт работы с одной СУБД. Опять же, база данных очень востребованный сервис, в том числе и в облаках. Ну и понимать архитектуру, понимать, как строить решения соответственно на базовом. И вот, кстати, здесь тоже очень интересно подсвечено, что инфраструктура Iota, Smart City и так далее сейчас очень тоже набирают популярность различные умные устройства, умные города и так далее. И для всего этого в том числе тоже нужно строить архитектуру, архитектуру работы с данными, архитектуру самих решений, бизнес-логики и так далее. Поэтому здесь тоже очень подстреливаны и улучшные сервисы, как он-премис в интерпрайзе, условно, так и в паблик-облаках. Вот, коллеги, собственно, это все, о чем хотел вам сегодня рассказать. Очень хочется получить от вас обратную связь в рамках рефлексии, то есть что-то, может быть, вы хотели больше получить по серверу, что-то больше посмотреть на практику, может быть, может быть, что-то еще. Поэтому обязательно пожалуйста напишите в чат, эта обратная связь нам очень важна, так как на ее основе мы строим контент, строим работу с аудиторией и проведение будущих мероприятий. Также, ссылочку на курс я вам русский ну, следующий поток у нас как раз начинается с 6 февраля. Если вам интересно, можете посмотреть и если в основном программа соответствует вашему ожиданию, можете без проблем на нее подписываться, мы скоро начнем новый поток. И, пожалуйста, заполните, скопировать ссылочку, заполните, пожалуйста, пройдите, будет верно сказано. Опрос, пожалуйста, по результатам данного мероприятия. Тоже очень важна ваша обратная связь для понимания. Интересно вам слушать в этом направлении вебинара или может быть что-то еще. Дмитрий пишет, не запустили функцию или я пропустил? Дмитрий, нет, не запустили, то есть смотрите, я ее по факту недосоздал, то есть я не задал триггер, я не создал destination, я просто показал, как это нужно делать и показал, что есть условно здесь среда разработки, в которой можно хоть код написать. А здесь же можно все это затестировать без проблем, то есть можно какие-нибудь события тестовые создать, которые будут приходить у нас. тест наберу например и покажу, что оно запускается. Давайте мы запустим тест. Здесь сейчас ничего особо не произойдет, потому что мы ничего не обрабатываем и ничего не дергаем. То есть окей, мы сейчас просто условно код исполнили, посмотрим, что на работу. Соответственно, вот у нас был тестовый вент, который ничего не делает толком. Вот наш респонс, который у нас в коде описан. Соответственно, собственно, код звучит так, что нас вернуть вот такой респонс. И мы его здесь возвращаем в полном объеме. Соответственно, логи функции, запрос на старт, завершение и так далее. И наша функция длилась там 1,73 миллисекунды. Но билиться будет как 2 миллисекунды. Видите, здесь округляется до 2 миллисекунды. Сколько ресурсов было выделено и так далее. Видите, у нас использовалось подгазачку 36 мегабайт по факту. Но и тут еще такая история бывает, называется cold start. То есть я думаю, что вы знаете, когда какую-нибудь виртуалку запускаешь или что-нибудь условно, ну или сервис, нужно, чтобы у нас там под него было место элоцированное, чтобы там операционка загрузилась, например, и так далее. Вот здесь тоже самое. Видите, у нас был cold start и вот с момента инита у нас произошло 125 миллисекунд. Но поскольку cold start прошел, то дальше это будет быстрее. Собственно, это вот такая вся информация. И когда оно все успешно, уже все работает, мы нажимаем деплой, и оно условно деплойится для того, чтобы в микросервере была активность, мы можем было с ним описать. Как раз на курсе, да, мы рассматриваем экзамплы рабочие, то есть условно у нас, как построена работа, у нас есть условно вебинар, на котором мы тюрьму рассматриваем, потом идет вебинар, на котором мы рассматриваем на кумс, как в этом примере, и потом в рамках домашнего задания вы самостоятельно делаете ту же задачу. Причем какие-то задания вы можете делать там в рамках облака Amazon, например, какие-то в рамках Яндекс.Облака, в рамках партнерской программы, там ресурсы не доставляются в этих облаках. Так, давайте вернусь к вебинару. Да, коллеги, смотрите, это все, что я хотел вам рассказать. Большое спасибо вам за внимание. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, напишите на них в чат. Если вопросов нет, давайте я немножко подожду, чтобы вопросы появились. И если их нет, то тогда на сегодня предлагаю всем финализироваться. Так, вопросов не вижу. Окей, коллеги, большое всем спасибо за участие на данном вебинаре. Очень рассчитываю, что вы заполнили опрос, чтобы мы понимали, что хотелось бы вам видеть на таких мероприятиях. И с радостью ждем вас на следующих мероприятиях и на наших курсах. Хорошего дня, точнее, хорошего вечера. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok